здравствуйте сегодня у нас 8 января и по многочисленным просьбам с моего основного канала это у меня запасной канал ну в общем не наказал youtube и я выпускаю показать видео ничего 12 числа уже я перейду на свой канал о чем речь о чем речь значит меня спрашивают что происходит в испании что будет с туризмом что вообще что что ждать конечно никто вообще не знает что ждать кто вообще знает что ждать ну вот я почитала новости специально все утро сейчас сидела потратила то чтобы читать новости ну какие основные новости что у нас началась вакцинация первыми вакцину делаю бесплатно людям которые старше 60 лет то есть они первые также медработникам всем социальных социальных службах вот и в домах престарелых вчера вот лично я смотрела каталонскую программу там значит была полемика в общем ругались прямо в эфире что из-за планированной вакцинации в домах престарелых всего лишь вакцинировали еще 27 процентов от 100 процентов то есть вчера тут такая по телевизору под полемика такая была в домах престарелых начались отказы родственников то есть на где-то в центральной испании даже подали в суд на одну семью которая отказывается в то ну чтобы сделать своим престарелым родителям вакцину то есть как бы вакцина получается что они говорят что вакцинирование добровольное но говорят что будут составлены списки тех кто отказывается от вакцинирования также так же лёша тоже сказал что всех предупредили кто работает с людьми ну то есть в барах в ресторанах там обслуживающий персонал и естественно водители все должны привиться то есть должны делать прививку но это конечно будет не сейчас во второй волне где-то в феврале месяце 40 процентов населения испанского после опроса согласны значит делать вакцину не бояться ну что у нас случилось недавно заболела медсестра после вакцинирования вот лежит она в тяжелом состоянии нас каталонии значит сегодня посмотрела 300 300 чем-то человек по каталонии на сегодняшний день заболела и из них 42 по моему уже умерла вот такие данные также был сделан опрос вот социальный опрос по интернету о том что что думает население все кто приняли в этом опросе значит 52 процента недовольные считают что меры не оправданные то что делает правительство ну как бы я считаю что они все делать неправильно 52 процентов испанцев значит из них читает и и 100 процентов 14 процентов считают что меры через чрезмерные убивающие экономику это 14 процентов что как бы эти меры не дают и к ним же отношусь и я что никакого результата эти меры не дают то есть надо что-то другое делать и всего 19 процентов согласны с правительством считаешь правительство делать все правильно и все там так и должны продолжать ну вот такие данные так так испания реагирует на на все на все эти вот ограничения так ну может говорили что на рождество нас опять закрыли после рождества ну да на русское рождество может так сказать и и вот по моему до 16 что ли мы не можем покидать эти свои города ну я-то работаю в планы с ним я есть разрешение меня лёша возит так ну что еще что еще холодно у нас очень сильно очень холодно в центральной испании вообще завалило в мадриде вчера показывали 10 сантиметров снег ну знаете зато так у них машины опять эти вышли все расчищают меня так это всегда так восхищает что вот как бы страна не снежная машины такие суперские машины которые выходят и сразу все начнут чистить ну опять показывали страшные вот эти вот грузовики фуры которые застряли в этих снегах там перевернуты из гололед же в испании же знаете вот я вот когда с испанцами разговаривала вот они никогда в жизни не видели нашу вот эту вот снежинку то есть ну как бы кто на урале кто где вот сильный холод мы же помним что у нас там на варежку падают эти снежинки и они такие красивые очень кристаллики очень и на окне очень то есть и когда я разговариваю с испанцами они даже не подозревают что на окнах вот бывают такие узоры просто красивые что вот на варежку падают вот такие снежинки то есть ну с теми испанцами которые я знаю они оказывается никогда в жизни этого не видели вот в живую ну может по телевизору видели а в живую не видели почему так происходит потому что в испании снег он всегда мокрый и когда он летит он как и в процессе ну да летит оно они вот эти снежинки все слипаются и поэтому в испании они не говорят что снежинки летят они говорят копе даниевы копе даниевы это как бы шарики снежные и понимаете вот они мокрые И, естественно, сразу же оно все это налипает на деревья, на провода, налипает этот мокрый снег, налипает, значит, падает на дорогу. На дороге сразу становится просто скользко, просто гололед страшный становится. То есть вот такая особенность, такой испанский снег. Так, еще вот тоже вчера было за всю историю Испании первый раз зарегистрировала самые низкие градусы, самая низкая температура в Пиренейских горах, ну, вверху, минус 35 градусов. Ну, и ладно, а у нас минус 47 было как-то, что-то мне было 11 лет, по-моему. Да, 11 я помню хорошо, у нас в Ижевске было минус 47, да, это очень хорошо помню. Ну, то есть они вчера весь день кричали, что в Пиренейских горах ночью было минус 35 градусов. Ну, вообще, конечно, это все очень, ну, очень все как-то, ну, не так, как обычно. То есть на самом деле, смотрите, погода, она меняется, вот она меняется, потому что раньше в Испании все-таки так холодно раньше не было, как вот сейчас. Поэтому сейчас и стали делать квартиры с отоплением. Раньше не было, 30 лет назад не было таких квартир с отоплением, потому что раньше не было так холодно. Понимаете, не было. Вот оно просто меняется. Меняется, видимо, это все связано с тем, что вот с этим загрязнением, с этим озоновой дырой или там, с этим углекислым газом. Не знаю, то, что вот прилив такой вот сильный моря вот сейчас. Ну, все вот это вот говорит о том, что вот это страшное загрязнение природы, я так лично считаю, и я смотрела по телевизору, что все это из-за загрязнения. Ну, ладно, думаю, вот такое коротенькое видео вам сделаю, чтобы вас сильно не утомлять. Вот такие вот примерно новости. То, что, значит, про туризм, ну, какой туризм, где туризм, все закрыто. Никто ничего не знает. Если меня про туризм спрашивают, я одно скажу, что никто ничего не знает. Вообще никто ничего не знает, и предположить невозможно, потому что еще есть теперь какой-то новый вирус опять в Англии. Закрыли границу с Англией, англичан не пускают к нам. Значит, ну, какой туризм, где он? Нет такой ситуации. Ну, ладно, до свидания. Большое спасибо, что меня смотрите.